Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые председатели, уважаемые темы государственной комиссии. Магистран Грибы, ЗМР-451, тема УК-458-954, председательный правительственной республики, в защите магистровой диссертации, готовы. Тема моей магистрской диссертации – государственный сектор экономики, состояние управления и перспективы развития. Актуальность темы подчеркивает современные тенденции вмешательства государства в все сферы жизнедеятельности, особенно экономическую. В некотором роде это связано с первым финансовым кризисом и способностью частного капитала удовлетворять потребности населения. Объектом данного исследования явился государственный сектор, а предметом исследования – изменение структуры и объема государственного сектора экономики, а также основные направления его функционирования. Целью научной работы явилось определение и формулирование основных тенденций развития государственного сектора в экономике Российской Федерации. В соответствии с поставленной целью были выполнены следующие задачи. В результате определена сущность функций и структуры государственного сектора экономики. Классифицированные экономические функции государственного определены специфику государственного сектора в Российской Федерации, а также определены основные тенденции развития государственного и частного партнера. Результатом диссертационного исследования явился государственный сектор, который представляет собой системно структуренное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные функции в интересах достижения, установленных государственным целями. Методы государственного регулирования являются основной частью государственного вмешательства в экономику. Граница госсектора позволяет разбить совокупность методов регулирования на два блока. Это ремонт и корсленный метод регулирования. В последнее время резко увеличилось присутствие государственного в экономике. Правда, привести конкретных цифр ввиду объема и структуры государственного сектора очень сложно. Ввиду этого рассмотрим общие параметры государственного сектора. Объем реализованной продукции 10 самых больших государственных корпораций составляет более 20% российского ВВП. Десятки наиболее крупных по объему реализации, шесть наобиджат государству. Газпром, формирующий около 8% бюджета страны, по уровню капитализации вошел в промежутый мировой клиент. Которая госсектора в данной стране так уже оценивалась на уровне не менее 60% ВВП. Крупнейшие государственные компании монопольно можно разделить на несколько групп предприятий, контролирующих определенные виды деятельности. Этими видами деятельности явились транспортная инфраструктура, в которой вышли наиболее крупные компании РЖД, Распром, Транснег, госкорпорация по организации воздушного движения. Коммуникационная инфраструктура, в которой вошли связи на ВЕС, Площадь, Россия, Федеральное агентство правительственной связи и информации. Энергетическая инфраструктура представлена ЕС России, Росэнергоатом, компания ЭКВЭЛ, добыча и экспорт сырья. Облазная монополия АУРОСА, ГАЗПРОМ, Транснефть. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, госкомпании контролируют 33% добычи нефти и 80% добычи газа. Оборонно-промышленный комплекс представлен Росавиакосмосом, судостроением, Ростех, Оборонпром. Уже несколько лет государство пытается объединить предприятия РУПК в холдинге. Этими холдингами явились Рособоронэкспорт и Ростехнологии. Финансовый комплекс представлен государственными и негосударственными банками, но так или иначе аффилированными государством. Информационный комплекс представлен. Включает себя ВГТРК с радио и телеканалами. Холдинг Роспромедия контролирует многие из них. Средства массовой информации, такие как НТВ, известия, эхо Москвы. На следующем флаге исследована структура ВВП по компонентам. Исследуя структуру ВВП по компонентам, важно установить, какое влияние оказывало на то просто каждое из компонентов. Будет доля расходов на конечное накопление домашних хозяйств, доля расходов на конечное накопление государственного управления, доля валового накопления, доля чистого экспорта. Расчет среднеэлектрический показывает, что доля домашних хозяйств по сути была определяющей, особенно если учесть наибольший темп прироста этой компоненты. Следующим по вкладам следует доля чистого экспорта, доля расходов госправления. Динамика чистого экспорта оказывала сильное влияние только в кризисные годы 2009-2015. Наибольший вклад в компоненты давала конечного потребления домашних хозяйств. Следующим по вкладу следуют валовое накопление и чистый экспорт. На следующем слайде исследованы темпы изменения расходов домашних хозяйств и госуправления. Как видно из графика, расходы домашних хозяйств по темпу обгоняли расходы государства. Однако в кризисные годы наблюдается кризис потребления. На детстве снижение темпа роста расходов домашних хозяйств ниже 100%. При этом темпы государственных расходов также снижались и повышались только в периоды роста. Это и является признаком неэффективной политики государства, когда в период кризиса сокращаются расходы, усугубляя тем самым сам кризис, увеличивая срок выхода из него. На следующем слайде исследована динамика валового накопления и чистого экспорта. На следующем слайде оценена общая динамика за 4 года рецессии, расчистая экономикой под компонентом ВВП. Анализ по проведенным данным показывает, что кризис 2015-2016 годов отбрасывает Россию как минимум на 4-5 лет назад, наблюдая стагнация в области потребительских расходов и роста валового продукта. На следующем слайде исследованы потребления экспорта и импорта. Как видно из графика, в 2015 году сократилось совокупанное потребление, при том, что чистый экспорт существенно возрос за счет сокращения импорта и проведения политики импортозамещения в России. На следующем слайде исследована структура потребительских расходов и использования денежных доходов населения. Структура потребительских расходов населения в последние 5 лет практически не изменялась с явным доминированием продовольственных товаров, как и структура использования денежных средств. На следующем слайде представлены исследования потребительских цен на товары и услуги. Для формирования эффективной макроэкономической политики ростом потребуется ввести алгоритм ее разработки и конечной реализации, формируемый на научной базе, предполагая, на мой взгляд, исполнение следующих шагов в определенной паспорте ее определенности. Данные шрифты представлены на слайде. На следующем слайде представлены основные предложения стратегического характера, которые должны касаться изменения форм применения инструментов в текущей политике. К ним относятся запуск нового модели экономического роста, будет затруднен структурными изменениями и ограничениями развития российской экономики, основные из которых сводятся к следующему. Доминирование сыровых секторов над обработкой, давляющее влияние финансового сектора, формирование правил межсекторального прилива ресурсов по линии ретабельности лист-процент. Таким образом, отводя итог, сформулируем основные макроструктурные позиции запуска экономического роста в России на новых факторах в цели укрепления государственного сектора в экономике. Использование ресурсов финансового и трансляционного сектора, организация обратного перевела труда и капиталового обработка, управление структурой старой и новой, консерваторой и новаторой, распределение затрат и капитала при разработке программ развития. На первом этапе организации новой модели роста в России потребуется стимулирование домашних хозяйств, чтобы создать основу для реализации программы замещения импорта, затем постепенно наращивая импорт. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы нет. Вопросы нет. Нет. Не скажите, без вопросов. Вы должны смотреть на передачу. Спасибо. Если, пожалуйста, Вы на цель научной работы сформулировали так – определить и сформулировать основную тенденцию развития государственного сектора в экономике России. Ну и в чем заключается, если оторваться от всех бумаг, в двух словах основная тенденция. И как вы оцениваете, все-таки вы сами сказали, что государственный сектор у нас растет, но у нас есть мнение многих экономистов, особенно либерального толка, который считает, что государственный сектор наиболее эффективен с точки зрения результата. Вот, совместите две вещи. Почему он растет, если он подписан на кормоге, то это не значит, что является неэффективным? Многие авторы предполагают, что путь развития, когда государственный сектор является неэффективным. Данное видение ведет государственный сектор возник с государственностью, и это неотъемлемая часть государства. Данное видение ведет государственного регулирования госсектора. Есть справа один двоугольник. Стимулирование спроса. Значит, мы будем расшифровать, что такое стимулирование спроса государственное. Стимулирование спроса. Это способствует увеличению спроса при его раскладе. А как это стимулировать? Стимулировать при помощи предоставления государственных кредитов, поручительств и гарантии. Отлично. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, на отзыв. На магистратскую диссертацию поступила рецензия и отзыв. Рецензия. Рецензент отметил недостатки. Полагаем, что исследование не в полной мере раскрывает тему. Но тема диссертации является актуальной и может служить направлением предоставившей научной работы магистрата. Оценив магистрскую диссертацию на хорошо. Отзыв научного руководителя. Научный руководитель согласен с институтом. Я отзыву работу. Спасибо. Спасибо за защиту. Спасибо.